Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 30 марта По народному месяцу слову Алексей с гор вода Алексей теплый, пролей кувшин, солнце грей, водотек Алексей водотек, ручьем дорогу пересек Вода с гор пошла, рыба на стану тронулась А зима на нет сошла Ведь этот предпоследний весенний день действительно теплым и ласковым был Ребятня во дворы и на улице валом валила Чтобы не пропустить новое развлечение, весной подаренное Запуск первого ручейкового флота И вот уже бежали на перегонки их разноцветные кораблики Весело подпрыгивая на перекатах И чинно скользя по гладким водам многочисленных запрут Говорят, если на Алексея пустить по первой талой воде кораблик Будет семья с урожаем Наверное, помня об этом, деревенские хозяйки Сквозь пальцы смотрели на рискованные забавы малышей А они, спасая свои легко плавающие, а также легко тонущие суденышки Могли до нитки вымокнуть И приходилось ради них баню затапливать Как следует погрев, помыв и обстирав своих горе-адмиралов Хотя, к слову сказать, не только ребятишки в этот день в тепле и горячей воде нуждались Иной мужик, похлеще своего сынка малолетнего, мог изгваздаться и промокнуть Ведь на Алексея теплого рыба, тронувшись с зимовья, терлась по берегам А из голодавшаяся платва любую наживку хватало с жадностью Так что топи, баба, баню, да ставь в печь горшки с водой Муж с богатым уловом прийти обещал В это время на Руси говорили, Алексей воды распускает Начиналось обильное таяние снега Или придет Алексей, побежит с гор вода И еще, Алексей из каждого сугроба кувшин пролей С Алексея снег тает от земли, лед от воды А крестьяне примечали, если в этот день повсюду с пригорков сбегают ручейки То разлив на реках будет большим Тепло и весна будет теплой Исчезли скворцы, жди непогоду На Алексея считалось полезным послушать журчание ручьев И посмотреть на бегущую воду От этого, говорят, улучшалось зрение и слух Вода издревле наделялась волшебной очистительной силой Забирала болезни, порчи и дарила здоровье Поэтому, как только трогался лед Крестьяне всей деревни шли на реку Где нужно было три раза подряд Ополоснуть голову, умыть лицо и вымыть руки С водой на Руси было связано много обрядов Например, 30 марта в Новой речной воде купали детей Чтобы они росли крепкими и здоровыми Для этого ребенка сажали в ушат Небольшая деревянная катка с двумя ручками И мыли вначале ступни, потом голени, живот, грудь и, наконец, голову В старину считали, что человек растет от земли Питаясь ее крепостью и силой Поэтому и мыть ребенка нужно, начиная с ног Не последнее место в обрядовых омовениях занимали банные веники Традиционным банным веником на Руси был березовый Который делали в мае из веток, стоящих у самой воды деревьев Липовый веник был незаменимым средством в лечении простуд и всевозможных ран Дубовый веник наделял моющегося силой, крепостью и здоровьем Веники из рябины и пижмы давали силу и бодрость Веник из крапивы не только бодрил человека Но и снимал боль в суставах и мышцах после сильных физических нагрузок Вечером на Алексея Теплого крестьяне, собравшись всей семьей Пили особый медово-березовый взвар Березовый сок, настоянный на меду Незаменимый напиток весенний период Который укрепляет иммунитет и повышает жизненный тонус А значит хронические заболевания и простуда, пившим этот взвар, были не страшны Здравия вам в это звонкое и радостное время, славяне! Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok